Давайте в качестве разминки и в качестве дополнения по работе к рукам сделаем с вами одно простое упражнение. Смотрите, мы с вами танцуем раскрытие влево и раскрытие вправо. Раскрытие влево мы начинаем с работы руки через классическое выведение руки, через локоть, предплечье и проведение перед собой. Здесь нам необходимо понимать, что есть три фазы. Фаза выведения. Эта фаза начинается в положении, когда рука собрана и находится максимально близко к центру нашего тела. Нюанс. У девочек рука обязательно будет касаться тела. Это будет подчеркивать вашу женственность и чувственность. Ну да, женственность, правильно, и чувственность. То есть придавать чувственность движению. Не вам конкретно, но движению. То есть движение будет смотреться более элегантно и чувственно. Это хорошо, это плюс. Партнеры ни в коем случае по себе руками не гладим, да? Иначе мы с вами добавляем в нашу мужскую партию излишнюю женственность. Очертания женственности или элементы женственности. Даже самым мачистым, да, то есть выглядящим брутальным партнером это не идет. Не стоит этого делать. Поэтому есть такой закон и правило. Партнер всегда сохраняет некий объем и воздух, когда работает руками. В нашем клубе применялся метод воздушных шариков. То есть с детства ребят учили следующим образом при работе с руками. Подкладывали под мышки два небольших, ну или не сильно надутых. Они бывают разные, да, если вы представите огромный воздушный шарик, то с ним будет невозможно работать руками. Вот. Шарик по размеру мяча пилатеса. В другом клубе, да, когда я уже сам работал, у меня были вот эти вот как раз мячики пилатеса круглые такие. Вот такого вот они объема были. И я уже работал с ними. Очень удобно, классно. Они более пружинистые, да, такие более материал другой. Ну никак не скрипят, да, не скрипят, не мешают. Они как бы более к телу приятнее. Вот, поэтому это идеальный инструмент, если вы в клубе, ну, то есть если вы владелец клуба, например, танцевального, либо руководитель студии, либо тренер, да, можете себе купить, либо подговорить своего владельца, чтобы он купил пару таких мячиков. Будет очень здорово. Пилатес мячи. Вот такие вот. Вот. Кладутся они вот сюда. И, соответственно, при всем желании, да, то есть партнер не может привести плечевую кость вот сюда сложить к корпусу. При этом получается, что рука у нас проходит максимально близко к корпусу, ладонь. Вот. Но элемент воздушности, воздуха и объема в таком движении, он сохраняется. Вот эта партия партнера. А вот эта партнерша. И вы сразу видите разницу. Итак, рука выходит, фаза выведения. Руки начинается в закрытом положении, заканчивается окончание этой фазы. Это очень важный момент, сейчас поясню. Заканчивается она, когда рука у нас полностью выведена. Как понять, что мы правильно? Особенно для тех из вас, кто сейчас, ну, скажем так, без кураторства, да, преподавателя. То есть никто на вас не смотрит. Как самим, сам себя как поправить? Как понять, что ты делаешь технически правильно? Смотрите, есть такой элемент, как боковое зрение. Я смотрю строго в камеру, но боковым зрением я могу видеть пространство до определенного угла, естественно, которое меня окружает. Вот возьмите, встаньте прямо, да, смотрите прямо. Поднимите две руки, вы их, естественно, видите, это легко. Даже не фокусируясь конкретно на руках, вы их видите боковым зрением. Разводите свои руки в стороны настолько далеко, чтобы вы еще их видели, смотря вперед. Вот будет граница. А если сейчас разбирать чисто, ну, техническим языком, да, то это будет не... Смотрите, я встану к вам идеально боком, да, и вы увидите, что смотря вперед, разводя руки на границу бокового зрения, они у меня все равно остаются в плоскости не нейтральной, да, не которой мою ось чертит ровно пополам, вот именно сбоку. Нет, они находятся в плоскости позитивной, да, есть позитивная, есть негативная. Негативная – это когда мы как раз уже не видим свои руки боковым зрением, смотря вперед. Негативная плоскость, она также иногда как бы обзывается агрессивной, в нее можно выводить руки, но если хореография и так задумана, и если постановщик хочет подчеркнуть агрессивность данной позиции, либо агрессивность какого-то элемента, создать накал страсти, накал драйва, я не знаю чего-то, то есть это как бы умышленно делается. Вот, что касается бейзика, базовой работы рук, да, мы используем исключительно только позитивную плоскость. Запомните, руки никогда не выходят за грань нашего бокового зрения. То есть, если они туда уйдут, в чем проблема здесь чисто механическая? Если руки у нас уходят за грань бокового зрения, в зеркале мы руку видим, да, я не вижу ее боковым зрением, а в зеркале вижу. Смотрите, что происходит в данном случае. И я верну в позитивную плоскость. И обратите внимание, насколько изменился верх. Что происходило, когда я работал, давайте еще раз я верну туда. Что происходило? Излишняя зажатость, пережатость, корявость презентейшна и вообще всего верхнего блока. Иногда, просто поработав с правильным пониманием вот этой плоскости и поработав так, чтобы руки у партнеров или партнерши двигались в базовых движениях, особенно если это до С-класса танцуется. Там в основном бейзик, да, то есть идет на основе бейзика вся хореография. Поработав просто с плоскостями рук, тренеру возможно полностью убрать корявость верха. То есть, другими словами, переворачиваю. Корявость верха зачастую, очень часто, это не 100% случаев, но очень часто, зависит от того, что у ребенка, у танцора, неважно какого возраста, не сформировано понимание о плоскостях, где он может работать, а куда ему лучше руку не заводить. И просто говорится о том, что ты работаешь от локтя, раскрываешь там сторону, проводишь, допустим, перед собой, но не объясняется плоскость, а она важна. Я думаю, что вы уловили мысль, я ее раскрыл. То есть, как себя проверить? Еще раз, поставьте две руки, смотрите вперед перед собой, разведите руки так, чтобы вы видели их боковым зрением. Если вы их уже не видите боковым зрением, зеркало-то вы видите, а боковым не видите, то это плохо. Вот, и на краешке бокового зрения оставили. Теперь, это ваше крайнее положение первого, первого этапа, первого этапа работы рук, выведения руки. Этот этап абсолютно полностью согласовывается и связывается с стретчингом стороной, с растяжением пресс-лайн. Пресс-лайн растягиваем, вот у нас получилась позиция выведения. Второй этап, второй этап, это этап проведения. По-другому, проведение это как бы мы своим вниманием пытаемся захватить как можно больше зрителей, зрительского интереса. Другими словами, здесь работает фокусировка внимания танцора, плюс чисто механический связь верхнего блока и нижнего блока в плане ротации и анти-ротации. Да, смотрите, я вывел в первый этап руку, в позицию, у меня растянулась сторона и дальнейшее мое действие в плане механики боди-экшена, вот конкретно в этой фигуре, в раскрытии, в кукарачи, это вращение бедра, вращение, ротация бедра. То есть, если на этапе выведения руки, выведения, был свинг, свинг, да, то есть бедро двигалось на позицию, точно над опорной стопой, на позицию сеттл, и растягивалась сторона у нас, да, пресс-лайн растягивался, стретчинг происходил, то на этапе проведения, на втором этапе у нас происходит что? Сокращение стороны, пресс-лайн и ротация бедра. И это все влияет наверх, вверху происходит анти-ротация. Это заполнение счета, или другими словами, вот это и есть боди-экшен, фаза боди-экшена, да, первая фаза движения, выведения руки, это фаза перемещения веса на ногу, вторая фаза, это боди-экшен, и она связана с верхней частью корпуса, не с собиранием руки, а именно с проведением руки перед собой, и фокусировкой на как можно большем количестве объема перед собой, или зрителей. И третья остается фаза у нас, когда мы доработали с вами, сработали весь боди-экшен, и мы с вами уже сократили сторону, и мы начинаем перемещаться весом на другую ногу, ну, то есть вес начинает двигаться к центральной оси тела, это фаза 3. Фаза 3, фаза сбора руки, она совпадает с первой фазой и обуславливает или делает, создаёт взаимосвязь работы рук в теле. Поэтому третья фаза, вот смотрите, если я условно, да, ставлю правую руку, например, в сокращенном положении сейчас, ну, то есть собран, собран, в третьей фазе, да, ставлю, и пока вот замру, просто что она есть, но я и не двигаю. Теперь смотрите, я делаю первую фазу левой рукой, затем вторую фазу левой рукой, и затем третья фаза левой рукой, и начинается первая фаза у меня у правой руки. Первая, возвращаемся, ага, первая и третья фаза объединены, чтобы, я их, я их рекомендую вам объединять, чтобы у вас не было раздельности. То есть, когда я видео смотрю, вы наверняка сейчас себя узнаете. Когда я вижу работу одной стороны, одной руки, не взаимосвязанной в теле, я всего лишь вижу то, что вас надо объединить, подсказать вам, что надо объединить третью фазу, ну, конечно, надо дать понимание этих фаз, и первую фазу, и в таком случае у вас происходит взаимосвязь работы рук в теле, то есть, тело работает взаимосвязанно. И это, согласитесь, совсем другой вид. По фазам рассказал, как проверить себя, как дать себе оценку правильно, корректно или некорректно вы делаете, подсказал, если нет, напишите. Вот, а теперь само упражнение, наконец-то, да? Значит, мы делаем с вами раскрытие влево, сбор, раскрытие вправо, сбор, и, естественно, мы пытаемся это все сделать согласованно с фазами. Раз, два, три, и раз. Ага, сейчас я начал делать и понимаю, вы такие, так, стоп, это сложнее то, что ты рассказывал сейчас. Конечно, это сложнее. Начать нам нужно с позиции на двух ногах. На двух ногах. Именно здесь мы не имеем фазы, не имеем, вернее, элементов смены веса, да, то есть, change place on foot. И... Foot on place, неправильно сказал. И вот, когда у нас с вами происходит только раскрытие вправо и влево, и вот она работа. Давайте вот с этого начнем. Вот с этого. Раскрылись, провели, собрались. Раскрылись, провели, собрались. Так. Первая, вторая, третья, и это же первая. Вторая, третья. Вторая, третья. Вторая, третья. Вторая, третья. Когда вы начинаете так работать, вы понимаете, что, блин, как по факту, первой-то и нету. Есть вторая, третья, вторая, третья. Ну, как вы меня сейчас услышали. Есть первая, просто мы на чем акцент делаем? На собирании руки или на выведении руки? И это уже другой момент, это уже фишка больше для тренеров. Я вам подсказываю, что вы можете акцентировать либо на какой-то фазе, либо на первой, либо на второй, либо на третьей. То есть, если я буду акцентировать на первая, вторая, первая, вторая, первая, вторая, первая, вторая. Это будет совсем другой вид иметь. Зачем нам это, возможно, да, потребуется, может, ну, например, в хореографии нам нужно резко поменять фокус, позицию сюда. Конечно, мы сакцентируем именно первую фазу. И наоборот, нам не нужно менять фокус. То есть, я партнерша, да, я вот уж, допустим, ушла вот в эту позицию, теперь там я с партнером танцую, и мне нужно, чтобы вот эта третья фаза, она была направлена именно на партнера. И хопаньки, и получается совсем по-другому. То есть, внешний вид, короче, мы добиваемся другого характера движения таким образом, да. Нам с вами это не сильно так и нужно. Тренерам я уже подсказку дал. Дальше пусть думают и, соответственно, развивают эту мысль. А теперь вы уже попробовали уже сделать, да, вот это? И оно наверняка получилось. Ну, или, по крайней мере, вы сейчас поставьте на паузу и попробуйте, и обязательно получится. Главное, не спешить. Я вот подробно вам разжевал фазы, теперь соедините их в себе. Вот. И дальше отжимайте паузу, и дальше нам надо станцевать, соответственно, полноценное раскрытие со сменой. Что здесь у нас интересного? У нас здесь интересное что? Что мы ножку, когда собрали, то есть у нас произошла первая фаза для правой руки, третья фаза для левой руки, вторая фаза. Теперь первая фаза для левой. Пока мы делаем сбор ноги, это же боди экшн в бедрах, поэтому мы делаем вторую фазу в левой руке, да. И далее у нас правая рука будет раскрываться, когда мы будем делать смену. Почему? Потому что происходит что у нас? Свинк, перемещение веса на опорную ногу, да. То есть у нас происходит все то же самое, что происходило вот здесь, но в рамках другой позиции стоп. Стопы вместе, а тело работает точно так же. И вот здесь я вам должен дать тоже четкое осознанное понимание, что вы работаете не от шага, руками, не от шага, а работаете от бедер, от бедер. То есть научитесь, практика, лучше это на практике. Научитесь чувствовать перемещение бедра, а для этого очень хорошо танцевать восьмерку с ногами в позиции вместе. Пяточки вместе, носочки в ройс, так вам будет максимально комфортно держать баланс. Следите за тем, чтобы колени у нас не танцевали. Смотрите, две разницы, да. Чтобы у нас не происходило вот такого вот движения колена вдоль стопы. Это мы потеряли браш с вами, браш-плоскость это когда колени всегда танцуют только строго вперед, да. Как бы мы ни двигали бедрами, колени все равно будут стремиться вперед. Это будет хорошо. Вот это будет еще раз неправильно показывать, очень плохо. То есть особенно для девчонок, ну и для партнеров тоже грешат все этим. Если над этим не задумываться и не пытаться отрабатывать всегда, то это будет крайне сложно сделать в тот момент, когда вы думаете еще о тысяче вещей. Поэтому лучше всего вот на разминке и вообще в принципе уже начинать об этом думать, то есть о коленях и впоследствии просто только удерживать, удерживать фокус всегда, внимание, частичку вашего внимания в этом моменте, чтобы всегда-всегда собирать ножки, чувствовать в собранном положении две коленочки вместе и дальше двигать их строго в плоскости браш. И начали мы, значит, вот здесь раскачивать бедра. Вначале это будет очень скромно. И это не принципиально, да, скромно это или не скромно. То есть если это очень хорошая раскачка, вам просто комфортнее будет стороной работать. Но на самом деле даже на скромном движении мы вполне можем почувствовать, какая сторона у нас сокращается, какая сторона у нас растягивается. Сокращается, рука собирается, растягивается, рука выводится. Выводится. Вот фаза проведения, это ротация, смена, смена, смена. И вот упражнение, на котором вы отрабатываете связь между бедром и рукой. Сфингом, стороной и рукой. Именно здесь работа рук. Вот здесь и вот здесь. Работа рук не здесь и не здесь. То есть не в шагах и не конкретно в руках. Она у нас в центре, в ядре, если вам так будет понятно. В ядре тела. Поработали вы здесь. Да, какое-то время опять же нажали паузу, поработали. Смекнули, что к чему. Отжимаете паузу и теперь вам нужно собрать две восьмерки. Первая восьмерка, это восьмерка в широкой позиции постановки ног. Вот она. А вторая восьмерка, это восьмерка в позиции собранной. Это вот она. Первая. Вторая. Первая. Вторая. Первая. Вторая. И в первой восьмерке, и во второй восьмерке вы одинаково работаете руками от стороны. Есть нюансы, но я не буду о них сейчас, так скажем, подробно дальше раскрываться, чтобы слишком много информации не было, не закладывать ваши бедные головы, которые сейчас и так взорвались от информации. Вот поработали. Так, сделали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ok надеюсь что да глобально хорошую работу с руками мы с вами проделали и вы проделаете если вы послушайте меня не просто чисто за кружечкой чая сейчас такие все улыбнулись откуда он узнал что я сейчас чай пил или там что-то кушать а ну жизнь вот если вы послушаете меня не просто за кружечкой чая а если вы это в сайте с этим всем отработать но я думаю что я так много раз упоминал во время интенсива по поводу того что вам это нужно да вам это надо вам это надо без практики теория ничто не значит что я думаю до вас достучался и вы конечно же молодцы в этом плане то есть выключили на паузу нажали и действительно поработали снова чуть-чуть послушали на паузу нажали поработали это лучший вариант обучения чем когда вы ждете как в сериале а что там дальше что там дальше что там дальше вы упустите много информации если будете смотреть меня именно таким образом и двигаемся дальше